Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый и я отвечаю на ваши вопросы. Это фактически целая серия вопросов о горении в печи. В данном случае почему печь дымит? Дымит имеется в виду, когда человек открывает дверку и дым вырывается назад в помещение. Значит, самое главное, вы должны понимать, если вы устанавливаете печь, вот там дымоход у нее. Установили вы печь, разожгли и она, как говорится, дымит. Ну, тут две причины. Или у вас холодный дымоход, или у вас недостаточно тяги. Ну, попробуйте просто-напросто, как говорится, прожечь еще, пока прогреется дымоход. Если при том, что у вас, как говорится, дымоход прогрелся, и у вас все равно дымит, значит, причина в самом дымоходе. Потому что чаще всего печи, основная масса печей, не имеет больших дымооборотов и большого сопротивления не делает. Единственное, что может быть, большая часть печей имеют, как говорится, большую дверцу. Большая дверца позволяет как можно больше нам заложить топлива. Это принцип, как говорится, всех печей, чтобы, кажется, чем больше залезло топливо, больше делают дверцу. И, понятное дело, открывание дверцы в помещение всегда приводит к тому, что у нас здесь было разряжение, а мы его убираем. И у нас получается дыму идти в дымоход или в помещение. Ему какая разница? И он начинает дымить. Плюс к тому, если у нас очень часто делают помещение и совершенно не делают притяжную вентиляцию для горения. Когда вы открываете дверцу, то, понятное дело, у вас может, как говорится, оно гореть как туда, так сюда. А если еще открыть дверь, то, понятное дело, основная часть пламени, дыма вырывается сюда. И даже, как часто человек говорит, у меня стоит закрытая печь, я захожу в помещение, а из нее дым вырывается. Потому что у вас нет приточной вентиляции, которая должна быть для горения. И у вас, как только вы открываете дверь, происходит массовое, как говорится, разряжение. И у вас происходит, как бы, вытяжка отсюда, большой порции воздуха, дыма и всего. Понятное дело, в это время у вас печь обязательно будет дымить. Поэтому основная причина это дымоход. Дополнительная причина это приточная вентиляция. Обязательно помещение должно быть приточное, да, как-то как и вытяжная вентиляция. Обязательно должна быть вытяжная вентиляция. Чтобы у вас, как говорится, вот этот дым куда-то тоже уходил. И у вас в любом случае должен быть обмен воздуха в помещении. Поэтому, и плюс тому, что сама конструкция печи может тоже, как говорится, ну, неудачной конструкцией печи. Бывает, что там, как говорится, создают дополнительно, там внутри делают то регистры, то какие-то баки, все. И это приводит к тому, что, как говорится, у вас сопротивление внутри печи огромное. Также на сопротивление влияют вот эти горизонтальные участки дымохода. Ну, это я же сказал, все конструкция дымохода, которая, в общем, тоже влияет на дымление. Поэтому, прежде чем, как говорится, ругать печь, попробуйте разобраться, все ли у вас нормально с дымоходом и с помещением его по вентиляции. Если все нормально, ну да, возможно, что ваша печь не совсем соответствует. Поэтому, присылайте рисунки, присылайте фотографии, мы вам расскажем, где ваши ошибки.